12 месяцев мы ждали этого часа. Мы учились воевать, мы научились. У немца медный лоб, но в сердце немца червь. Немец еще хочет устоять, немец уже не может устоять перед натиском Красной Армии. Эти слова написал советский журналист Илья Эренбург в феврале 43-го года, вскоре после разгрома вермахта под Сталинградом. На Восточном фронте, где решалась судьба Второй мировой войны, произошел перелом. Красная Армия стала совсем другой. Благодаря мобилизации удалось преодолеть страшные потери первых месяцев войны. Эвакуация заводов на Восток и поставки по Ленблизу позволили вооружить советских бойцов, дать им транспорт, продовольствие и одежду. Заканчивается этот очерк Оренбурга такими словами. Вдруг, вглядись в ночную темноту, тебя ждет победа. Но еще много темных ночей предстояло пережить человечеству, чтобы эта победа стала реальностью. Даже после Сталинграда лишь самые отъявленные оптимисты смогли мечтать о скором разгроме нацистов. Впереди ждали тяжелые сражения на огромном фронте от Северных морей до Кавказских гор. Эдельвейс Это название горного цветка пришло в русский язык из немецкого. Маленький и хрупкий на вид цветок – один из главных символов швейцарских Альп. Это слово стало названием для военной операции, которая должна была положить к ногам фюрера другой легендарный горный массив – Кавказ. Потерпев поражение под Москвой, Гитлер отказался от новых попыток штурмовать советскую столицу. Поскольку война затянулась, ему необходимо было ставить цели более практические и приземленные. Такой целью стал поход на Кавказ, ведь там находились крупнейшие нефтепромыслы в восточном полушарии, месторождение природных ископаемых и богатые сельскохозяйственные земли. 24 июня 1942 года передовые части вермахта вошли в Ростов-на-Дону. Через Ростов, этот ключевой транспортный узел всего юга СССР, хлынул поток немецких солдат и их союзников. Часть из них в составе группы армии «Б» отправились на восток штурмовать Сталинград, чтобы пресечь поставки нефти по Волге. Другая часть, объединенная в группу армии «А», должна была обеспечить выполнение главной задачи всей весеннелетней кампании 1942 года – овладеть Кавказом. 23 июля, за день до взятия Ростова, Гитлер издал приказ о начале операции «Эдельвейс». Он требовал окружить и уничтожить советские войска, отступавшие от Ростова, а затем выйти к Кавказу и обойти его главный хребет с запада и востока. Одновременно с этим еще одна группировка имела задачу преодолеть Кавказ по горным перевалам и выйти к Сухуми. Группой армии «А» командовал фельдмаршал Вильгельм Лист, один из лучших военачальников Гитлера, проявивший свой талант во время кампаний в Польше, Франции и на Балканах. Успех Листа казался фюреру неизбежным. Он даже посчитал, будто в группе армии «А» слишком много войск. В результате 4-ю танковую армию перебросили под Сталинград, а 11-я армия Манштейна присоединилась к блокаде Ленинграда. Вермахт даже после этого превосходил Красную армию и по численности войск, и по количеству танков и орудий. Моральный дух у гитлеровцев тоже был на высоте. Уже несколько месяцев немцы стремительно наступали, а советские бойцы терпели поражение за поражение. Противостояли нацистам части Северокавказского фронта под командованием маршала Семена Буденова. Буденый участвовал в войне с первого дня. За его плечами было множество сражений, но исключительно неудачных. Киевская, Вяземская, Крымская операции, все они закончились катастрофой. В августе ситуация не изменилась. Один за другим города Кубания и Северного Кавказа оказывались в руках гитлеровцев. Ворошиловск, Ставрополь, Армавир, Майкоп, Краснодар, Элиста, Моздок. К середине августа вермахт уже был возле перевалов Кавказского хребта. Пробиваться через них предстояло не обычным пехотинцам, а специально подготовленным для этого горным егерям из дивизии, называвшейся так же, как и вся операция, Эдельвейс. Многие из них были уроженцами Австрии и Южной Германии, профессионально занимались альпинизмом и чувствовали себя в горах, как рыба в воде. Альпинисты – люди смелые, упорные и физически крепкие. Поэтому нет ничего удивительного, что они были обласканы нацистской пропагандой, видевшей в покорителях горных вершин олицетворение идей о превосходстве арийской расы. Про альпинистов снимали фильмы, писали книги, финансировали для них рискованные экспедиции, например, на Тибет. Немецкий союз альпинистов активно занимался развитием массового горного туризма, в том числе и на Кавказе. До войны немецкие спортсмены часто приезжали в СССР и совершали восхождение на Эльбрус. Советское командование обороне перевалов отводило второстепенное значение, полагая, что они сами по себе являются непреодолимым препятствием. Некоторые из перевалов были прикрыты силами всего одной-двух стрелковых рот, к тому же не проходивших специальной подготовки для войны в горах. Опытные альпинисты, немецкие егеря, загоняли красноармейцев на отвесные скалы и ледяные склоны, где тем угрожала не только вражеская пуля, но и камнепад или падение в ущелье. Всего за пару дней гитлеровцы захватили перевал Синчар, Морухские и Клухорские перевалы, а 21 августа выгрузили флаг со свастикой на Эльбрусе. В отличие от перевалов, Эльбрус с военной точки зрения не представлял интереса, но нацистская пропаганда взорвалась от восторга. Флаг Рейха развивался над высочайшей вершиной Европы. Значит, Кавказ уже покорился непобедимой армией фюрера. Главной задачей советского командования стало задержать продвижение нацистов через перевалы до наступления зимы. На выполнение этой задачи бросили все имеющиеся резервы, навязывая бои гитлеровцам даже в ситуациях, когда шансов на успех не было. 28 сентября 1942 года отряд численностью около 100 человек под командованием лейтенанта Гургена Григорьянца атаковал немцев почти на самой вершине Эльбруса. Сражение шло за гостиницу для альпинистов в приют 11-ти на высоте 4000 метров над уровнем моря. На такой высоте даже просто находиться без специальной подготовки сложно, не то что идти в атаку на врага. И делать это пришлось красноармейцам в мирной жизни безмерно далеким от альпинизма. Григорьянц, например, до призыва на фронт работал парикмахером в Ашхабаде. А противостояли им тренированные и экипированные егеря из Эдельвейса, проведшие в горах всю свою жизнь. Вернуться из боя удалось лишь четверым. Погиб и командир отряда. Гостиница осталась за немцами. Однако тактика сдерживания гитлеровцев любой ценой сработала. В октябре на горные перевалы пришла зима. Морозы, снегопады и угроза лавин поставили крест на надеждах немцев прорваться через склоны Кавказа в Грузию и выйти к Черноморскому побережью в тыл к советским войскам. На других направлениях немецкое наступление тоже завязло. В начале сентября вермахт прорвался к Новороссийску, но полностью занять этот город так и не смог. Новороссийск стал, можно сказать, черноморским Сталинградом. В руинах города оставались очаги сопротивления, погасить которые гитлеровцы были не в состоянии. А бои за Туапсе, ставшие препятствием на пути нацистов в Закавказье, будут продолжаться до декабря и закончатся победы Красной Армии. На восточном фланге Кавказского фронта первая танковая армия Эвальда фон Клейста пыталась пробиться через Грозный в направлении Баку. К концу августа ей удалось выйти к Тереку и захватить небольшой плацдарм на его южном берегу возле города Моздок. Но дальнейшее продвижение было остановлено Красной Армией, выстроившей мощный оборонительный рубеж. Развитие событий в битве за Кавказ не устраивало обоих верховных главнокомандующих, что повлекло за собой кадровое решение. Был снят с поста командующим Северокавказским фронтом Семен Буденный. Сталин не простил ему появление моздокского плацдарма за Тереком. Больше легендарный командарм и герой гражданской войны войсками руководить не будет. За всю Вторую мировую ему так и не удалось победить ни в одном сражении. А меньше чем через неделю после этого Гитлер отстранил своего фельдмаршала Листа за слишком медленное продвижение к Каспийскому морю. Всего полтора месяца войны в России поставили точку в карьере одного из самых успешных военачальников вермахта. Он отправился на почетную пенсию. Руководство группы армии А Гитлер формально взял на себя. Но командовать битвой за Кавказ из Ставки в Виннице было не очень удобно. Поэтому фактически управление боевыми действиями осуществлял Эвальд фон Клейст. Клейст, отчаявшись пробиться на восток, Грозному изменил направление главного удара. Его новой целью стал город Орджоникидзе, Владикавказ, через который можно было затем наступать на Тбилиси. 25 октября нацисты заняли Нальчик, а спустя несколько дней их танки уже достигли пригорода Владикавказа, Орджоникидзе, поселка Гизель. Но Клейст не знал, что советское командование вовсю готовилось к собственному наступлению и собрало ударный кулак для ликвидации плацдарма под Моздоком. Этот кулак перегруппировался и вместо Моздока ударил по нацистам под Владикавказом. За две недели до начала операции Уран контрнаступления под Сталинградом Красной Армии удалось совершить на Кавказе нечто похожее, пусть и в меньших масштабах. Под поселком Гизель в окружение попали две танковых дивизии вермахта. С большими потерями им пришлось пробиваться к своим, бросая танки, артиллерию и другое тяжелое вооружение. После этого поражения о планах захватить Арджоникидзе в Владикавказ грозный, и уж тем более Баку, гитлеровцам пришлось забыть. Инициатива постепенно переходила к Красной Армии. План Эдельвейс был сорван. Вермахт не выполнил ни одну из поставленных задач, потеряв только убитыми сто тысяч человек. Ликвидация Сталинградского котла и гибель армии Паулюса поставили всю Северо-Кавказскую операцию вермахта под угрозу окружения. В начале 43-го нацисты попятились назад, так же стремительно, как совсем недавно наступали, оставляя город за городом. Моздок, Элиста, Майкоп, Армавир, Краснодар, Ставрополь. 14 февраля Красная Армия вновь освободила Ростов-на-Дону. А днем раньше группа советских альпинистов в тяжелейших условиях совершила восхождение на Эльбрус и сбросила оттуда флаг со свастикой. Кавказ нацистам не покорился. В одно время с боями в Сталинграде и на Кавказе шли ожесточенные сражения в другом крупном советском городе, важном промышленном и логистическом центре. Этим городом был Воронеж. Нацисты рассчитывали превратить его в удобный плацдарм, который одновременно и угрожал бы Москве, и нависал бы над Сталинградом. 13 июня 42-го года безмятежность теплого летнего дня внезапно нарушил гул моторов. На Воронеж посыпались бомбы Люфтваффе. Удар пришелся в том числе по городскому саду пионеров, где как раз проходил детский праздник. В тот день в пионерском саду и в других районах Воронежа погибли и были ранены более 100 детей. Свидетельница трагедии Полина Исаева вспоминала так. Я окучивала у себя в полисаднике картошку. Вдруг какой-то гул на меня валится. Меня сбило с ног. Когда вскочила, вижу в саду пионеров пожар. По саду будто прошел ураган. Деревья вырваны, земля развороченная везде, куда ни глянь детские тела. Одни чистые, целые, а другие песком, грязью, глиной засыпаны. Не то ребенок, не то комок земли. Кто жив остался, того оглушило, взрывной волной. Крики, стоны. Навстречу бежит девочка лет 12. Смотрю, бежит и почему-то прямо на глазах синеет. Я ее подхватила, а у нее весь бок вырван. Так и умерла у меня на руках. Через две недели соединения вермахта двинулись в широкомасштабное наступление на Воронежском направлении. Вскоре они пересекли реку Дон, протекающую чуть к западу от города. 6 июля начался штурм Воронежа. Немецкие войска, имея многократное численное превосходство, за один день оттеснили защитников к реке Воронеж, которая делит одноименный город напополам. Однако эту водную преграду немцы форсировать так и не сумели. Начиная с 7 июля более 200 дней линия Советско-Германского фронта проходила прямо посреди города Воронежа. Восточную часть города удерживала Красная Армия. Почти весь западный берег был оккупирован за исключением Чижовского и Шиловского плацдармов, которые огромной ценой удерживали советские части. Снабжение очагов сопротивления на западном берегу, переброска подкреплений и эвакуация раненых все это Красной Армии приходилось совершать под шквальным огнем противника. В результате артиллерийских дуэлей и уличных боев в Воронеже почти не осталось целых зданий. В центре города оккупанты специально взорвали главный архитектурный памятник 30-х годов, символизировавший сталинский строй, здание обкома и область полкома. Под колоссальной постройки, прежде напоминавшей дворец, осталась лишь входная группа. Уже после освобождения города советское фото и кинохроника запечатляют сюрреалистическую картину. Непонятно, как уставшие после взрыва одинокие колонии. Напротив здания обкома располагался многометровый памятник Ленину с поднятой рукой. Эту поднятую руку нацисты в дне оккупации использовали как виселицу. Так, в объективы немецких фотоаппаратов попала казнь местной девушки. Ее имя неизвестно до сих пор. В начале оккупации немцы санкционировали организацию импровизированного госпиталя для мирных жителей в здании Воронежской школы номер 29. Но уже в августе нацисты под предлогом эвакуации вывезли и уничтожили всех пациентов. Река Воронеж стала своего рода границей Холокоста. Это уникальный случай, когда Холокост был только в одной половине города. У москвички Доры Иоффе родители жили именно в западной части Воронежа. Сразу же после полного освобождения города она станет писать в милицию и бывшим соседям, чтобы разузнать о судьбе мамы и папы. Уважаемая Дора Яковлевна, письмо ваше получила. Вы просите сообщить вам о ваших родителях. Мы ушли из города 6 июля и находились все это время на левом берегу в Сталинском районе. Когда мы уходили, то звали ваших родителей с собой, но Яков Соломонович и Евгения Борисовна были очень слабы. Петр Федорович Бондаревский был очевидцем. Он говорит, что когда вышел из дома, то увидел, что Евгению Борисовну расстреливали. В это время Яков Соломонович вышел из квартиры и его постигло тоже. Говорят, что у ваших родителей жили еще какие-то старухи. Их постигла та же участь. Остальные жильцы Перелисон Марк Львович, Зинаида Исаковна и Ливиас две сестры тоже были расстреляны. В захваченной половине Воронежа зверствовали немецкие части, в том числе специальные карательные подразделения Зондеркоманда 4А. Неподалеку от города, в разных районах Воронежской области с особой жестокостью по отношению к местным жителям хозяйничала венгерская армия. Здесь она заслужила настолько дурную славу и такую ненависть, что в некоторых советских частях, относившихся к Воронежскому фронту, установилось неофициальное правило венгров в плен не брать. Ход Второй мировой переломила легендарная операция Уран под Сталинградом. Гораздо меньше известна другая операция Малый Сатурн, первая из трех последовательных наступательных операций Красной армии на Воронежском фронте. Они шли с 16 декабря 42-го по 17 февраля 43-го года. Все три увенчались решительным успехом. Немецкий фронт на участке протяженностью около 400 км попросту рухнул. Были полностью разбиты десятки вражеских дивизий. Немецкая, венгерская и итальянская армии понесли огромные потери убитыми и пленными. Венгрия и Италия от этих потерь не оправятся уже до конца войны. Но так получилось, что эти события оказались в тени Сталинградской победы. 25-го января 43-го года Воронеж был полностью освобожден. Хотя правильнее было бы сказать руины Воронежа. В память о разрушениях город Фронт сохранил для потомков одну пробитую снарядами постройку. В народе она известна как Ротонда. Это все, что осталось от Воронежской областной клинической больницы, некогда большого здания длиной в 130 метров и высотой в 4 этажа. Еще одним символом войны и оккупации для воронежцев стала фотография, сделанная известным фотокорреспондентом Галиной Санько. Русская печь посреди погорелища и надпись на ней «Мама, мы каждый день с папой ходим в 10 часов сюда и ждем тебя, Слава». В истории Великой Отечественной войны есть сразу несколько важных переломных сражений. Например, битва за Москву, которая уничтожила миф о непобедимости вермахта и сломала планы Гитлера на Блицкрик. А Сталинградская битва уничтожила целую армию Паулюса. Но только одна битва действительно стала водоразделом. После нее Красная Армия уже никогда не отступала, а шла вперед, пока не оказалась у стен разрушенного Рейхстага. Это битва на Курской дуге. После успешных Сталинградской и Воронежской операций инициатива на фронте перешла к Красной Армии. 8 февраля был освобожден Курск, 9 февраля Белгород. 16 февраля советские войска вошли в Харьков, важнейший промышленный и транспортный центр, бывшая столица Украинской ССР. Две первые попытки освободить этот город в январе и мае 42-го закончились провалом и отступлением Аж до Волги. С третьей попытки сделать это удалось стремительно, несмотря на приказ Гитлера удерживать Харьков, пятый по величине город СССР, до последней капли крови. Но враг был еще очень силен. В первой половине 43-го года численность вермахта лишь немногим уступала численности армии вторжения образца июня 41-го. Группу армий Юг, воевавшую в Украине, возглавлял фельдмаршал Эрих фон Манштейн, человек, который принес нацистам победу над Францией, разгромил Красную армию в Крыму и едва не вытащил из котла Паулюса. Манштейн снова подтвердил свою репутацию блестящего стратега. Он создал иллюзию массового отступления немецких войск, дождался, пока Красная армия втянется в межуречья Северского Донца и Днепра, а затем ударил им во фланги. Дерзкий маневр удался. Некоторые советские части попали в котлы, другим пришлось отступать, чтобы избежать этой участи. 16 марта нацисты снова захватили Харьков, а через два дня опять вошли в Белгород. Однако преследовать отступающие советские войска, как это было весной 42-го, Манштейн не мог. Контрнаступление под Харьковом, хоть и успешное, далось немцам тяжело. В дивизиях СС Дасрайх, Тотенкопф и Лейбштандарт, которые были главной ударной силой, оставалось суммарно не более 100 танков. Советское командование, наоборот, подтянуло резервы. В результате этой операции на линии фронта образовался направленный в западную сторону выступ от Белгорода на юге и до Орла на севере. Оба этих города были захвачены нацистами. В центре находился освобожденный Красной Армией Курск, благодаря чему выступ и получил название Курская Дуга. На несколько месяцев наступила затишь. Весенняя распутица сделала невозможными стремительные маневры. Измотанные боями подразделения отдыхали, обучали новобранцев и ремонтировали поврежденную технику. Но затишье после боя не означало затишье в штабах. В обеих ставках шла напряженная работа и именно Курская Дуга была в центре внимания и советского и нацистского командования. 15 апреля 43-го года Гитлер подписал приказ о подготовке операции Цитадель. Ее план был очень простым. Одновременными ударами с севера и юга срезать Курскую Дугу у основания и взять в котел находящиеся в ней советские части. Замысел этот был очевиден и советскому командованию. Поэтому красноармейцы без устали рыли окопы, устанавливали минные поля, разворачивали противотанковые заграждения. Об эффекте неожиданности, который был основной фишкой Блицкрига, в случае с Курской Дугой не шло и речи. Эрих фон Манштейн и Вальтер Модель, которым предстояло атаковать выступ с юга и севера, с тревогой наблюдали за стремительным возведением оборонительных сооружений на ту сторону фронта. Дважды им удалось убедить Гитлера перенести операцию сначала на июнь, а потом на июль, чтобы накопить побольше сил. Некоторые высшие чины германского командования предлагали вовсе отказаться от идеи наступать летом 43-го на восточном выступе, но фюрер был непреклонен. Его надежды были связаны с новой техникой, которая активно поставлялась в войска, прежде всего с танками «Тигр» и «Пантера» и самоходными артиллерийскими установками «Фердинанд». В рамках подготовки к операции «Цитадель» на восточный фронт прибыло 600 машин этих типов. Предполагалось также использовать дистанционные мины, своего рода дроны времен Второй мировой. С воздуха наступление должны были поддержать истребители «Фокке-Вульф-190», лишь недавно появившиеся на Восточном фронте. Новая немецкая техника всерьез заставляла волноваться советское командование. С «Тиграми» Красная Армия уже встречалась под Ленинградом и даже смогла захватить один экземпляр для исследований. Маршал артиллерии Николай Воронов поделился с остальным неутешительными итогами этого исследования. «У нас нет пушек, способных бороться с этими танками», признался он. Прямое же попадание «Тигра» в Т-34 гарантировало гибель экипажа последнего, из-за чего у советских танкистов развилась настоящая «Тигробоязнь». От «Пантер» и «Фердинантов» тоже ждали больших неприятностей. Забегая вперед, скажем, что танки были действительно мощными, но слишком новыми и не всегда испытанными в условиях реальных боевых действий. Технические проблемы мешали полноценно использовать эти машины. Гитлеровский пропагандист Пауль Каррель так описывает знакомство солдат вермахта с «Пантерами». «Войска первого эшелона, наслышанные о новом чудо-оружии, испытали настоящий шок, увидев, как уже выдвигаясь на исходной позиции, их стальные герои изрыгали из выхлопных труб языки пламени, а некоторые, как ни странно, загорались». Однако нацистский диктатор часто полагался на вундерваффе, чудесное оружие, которое пронесет победу словно по волшебству. В распоряжении Манштейна и Моделя, а также фельдмаршала Клюге, который отвечал за центральную часть Курской дуги, было около 900 тысяч человек, 2500 танков, 2000 самолетов. А сдерживать удар предстояло Советскому Центральному фронту, им командовал Константин Рокоссовский, и Воронежскому под управлением Николая Ватутина. В резерве находился Степной фронт Ивана Конева, который должен был остановить немцев, если бы им удалось прорвать оборону. Суммарно три советских фронта насчитывали миллион 900 тысяч бойцов и 5000 танков. Чуть ли не впервые за годы войны у Красной армии перед большой битвой было столь существенное численное преимущество перед врагом. 5 июля 1943 года немецкие части после мощной артподготовки перешли в наступление. Началась операция Цитадель. Немцы не атакуют широким фронтом. Это было бы самоубийственно, учитывая плотность оборонительных сооружений. Сначала артиллерия и радиоуправляемые роботы пробивают путь через минные поля. Затем в атаку идут танковые части. Они выстраиваются клином. На острие тяжелые тигры, за ними идут средние и легкие танки. Затем, прикрываясь броней танков, идет в наступление пехота. Сверху на советской позиции пикируют бомбардировщики. На севере Центральный фронт под командованием Рокоссовского выдерживает натиск немецкой группы армий Центр. Грамотное использование артиллерии и танков, которые вкапывали в землю, превращая в укрепленные огневые точки, заставляет войска модуля биться в лоб о советскую оборону без особого успеха. За пять дней боев нацистам удается продвинуться вглубь Курской дуги лишь на несколько километров. А вот на южной стороне дуги, где на Воронежский фронт Ватутина наступают основные силы, то есть группа армии Юг Манштейна, ситуация очень быстро становится критической. Немцам удается за сутки пройти первую линию обороны, а в следующие несколько дней и вторую линию. Ватутин бросает в бой танковые резервы, надеясь быстро перейти в контрнаступление. Но прямое столкновение с тиграми и пантерами не оставляет шансов ни советским тридцатичетверкам, ни поставленным по ленд-лизу танкам союзникам. Полковник Карл Деккер, командовавший бригадой пантер, хвастливо докладывает начальству. Не зная о наших новейших орудиях, восемь танков генерал Ли приблизились к нам примерно на 2200 метров. Всего несколькими удачными попаданиями мы их уничтожили. Они вспыхнули подобно бенгальским огням на рождественской елке. На помощь Воронежского фронта из состава Степнова срочно идут две армии. Одна из них 5-я гвардейская танковая армия Павла Ротмистрова. Утром 12 июля эта армия сходу атакует фланг немецких войск возле станции Прохоровка. Прохоровка защищает танковая дивизия СС Лейпштандарт Адольф Гитлер. ССовцы прибыли сюда накануне, успели занять оборону и принимают удар. Поле боя сразу же покрывается горящими, как факелы, 34-ками. Лишь 15 советским танкам удается прорваться в тыл нацистам, но те их блокируют и уничтожают. Бой на Прохоровском поле гремит до вечера. Позже советская пропаганда сильно приукрасит масштаб и значение боя под Прохоровской. Хрестоматийная картина сражения станет выглядеть как столкновение лоб в лоб огромной массы бронированных машин. На самом деле, в самый разгар этого боя в нем участвовало около 200 танков с обоих сторон, а немецкие пантеры по большей части стояли неподвижно, обстреливая наступающего противника. Советская контратака под Прохоровской была неудачной. Потеряв больше 300 танков и 7 тысяч человек убитыми, Красная Армия не смогла сбросить нацистов с их позиций. Однако натиск нацистов и в южной части Курской дуги постепенно ослабевает. Почти все подготовленные для операции пантеры около 200 штук уничтожены. Прорвать последнюю линию обороны оставшимися силами вермахт не может. 13 июля Гитлер вызвал вставку Манштейна и Клюге и объявил им, что операция Цитадель сворачивается. К сожалению, история не сохранилась и на грамму той встречи, поэтому доподлинно неизвестно, почему фюрер принял такое решение. Видимо, Гитлер понял бесперспективность дальнейшего наступления. За неделю желаемых результатов не удалось достичь даже и близко. Большинство новых танков, на которые он рассчитывал, были повреждены или уничтожены, а превосходство Красной Армии в численности и технике не оставляло никаких шансов на успех. Советские бойцы не только выдержали чудовищный натиск врага, но и смогли отбросить его, а затем сами перешли в контрнаступление. 5 августа были освобождены Орел и Белгород. Вечером того дня в Москве впервые прозвучали залпы праздничного салюта. А следующий салют состоялся уже через 18 дней, 23 августа, в честь освобождения Харькова. Именно эта дата официально считается днем окончания Курской битвы. Красная Армия шла на запад и остановить ее было уже невозможно. Как пел Гулата Куджава, от Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот такие, брат, дела. Курска и Орла Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова